Этот день 12 апреля 1961 года старейшие работники завода Эликон до сих пор вспоминают как День Победы, то есть со слезами на глазах. Антонина Устинова – одна из тех сотен тысяч советских тружеников, что имели прямое отношение к запуску первого космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагарином на борту. Очень волновались у нас. Я и сейчас могу говорить спокойно про тот день. 19 апреля – это наше большое счастье. Наш коллектив был участником в запуске «Человека в мире» первого. Казанский завод изготовил для космического корабля радиоаппарат «Рубин-В», а также приборы для контроля траектории и орбиты. Потому как до 12 апреля 1961 года по заводским цехам разнеслась радостная весть «Человек в космосе», здесь было особое ликование. Аппаратура работала безотказно. А мне очень хорошо открылся Юрий Алексеевич. Она у него была под сиденьями, его тресло находилась эта аппаратура. Он был очень доволен. Мы четко определили, где он находится на орбите вокруг Земли. За успешное выполнение поставленной задачи коллектив завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А большая группа работников предприятия получили медали и ордена Советского Союза. Улица, проходящая рядом с заводом в честь первого космонавта, была переименована в улицу Гагарина.